всем привет вы на канале петров тиви сегодня у нас будет большой тест шнековой соковыжималки от суббренда сяоми миуи приобреталась данная соковыжималка на алиэкспресс ссылочка будет как всегда в описании а сейчас мы будем делать сок из граната яблоко тыквы апельсина моркови и свеклы поехали я почистил два граната такие вот они были вес двух гранатов весил 860 грамм плюс минус давайте посмотрим сколько вышло семян граната как видите 580 грамм чистых зерен забросим наши зерна граната соковыжималку и посмотрим сколько выйдет сока включен соковыжималку и сок практически мгновенно у нас пошел и вот что у нас получилось такой вот гранатовый сок здесь есть отметка 600 500 пол литра гранатового сока вот что у нас получилось там где жмых одни косточки и очень сухой жмых вот чтобы лучше было видно на ровной поверхности 700 600 500 миллилитров даже больше у нас чистого гранатового сока вот они наши яблочки ли голь серединку я убрал 981 грамм посмотрим сколько выйдет чистого яблочного сока приступим и и и и и и и и вот он наш яблочный фреш плюс минус 700 миллилитров сейчас покажу поближе вот 900 800 и вот наша отметка 700 миллилитров 700 миллилитров фреша я думаю достаточно неплохо вот он наш жмых вот он по сравнению с гранатовым достаточно мокрый а вы пробовали когда-то сок с тыквы давайте сделаем и попробуем вот она наша тыква как видите весит чуть больше килограмма и посмотрим сколько у нас выйдет сока и 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 очень сухая тыква нам попалась тут хоть бы было 200 грамм сейчас посмотрим поближе У нас вышло приблизительно 250-300 миллилитров сока, то есть 500, 400, то есть больше 200, то есть 250. И такой вот жмых достаточно мокрый, то есть все пошло практически в жмых. Давайте продегустируем, что у нас получилось. То есть, как видите, с килограммы очищенной тыквы у нас получился один стакан сока. Давайте попробуем. Достаточно неплохой на вкус, очень хорошая попалась тыква, но сухая. По вкусу можно также добавлять сюда чайную ложечку меда или 50 на 50 разбавить с яблочным фрешем. Я думаю, так я его и буду употреблять. Теперь давайте попробуем сделать сок из апельсина. Как видите, килограмм и 29 грамм. Субтитры сделал DimaTorzok Вот апельсинового сока из апельсина вышло действительно много. Тут у нас где-то, извиняюсь, 800 миллилитров. Покажу сейчас ближе. Апельсинового сока у нас вышло достаточно много. Вот отметка 900 миллилитров, вот 800. То есть, немножко меньше, чем 800 миллилитров отменного апельсинового фреша. И вот он наш жмых. Здесь у нас 900 грамм моркови. Будем делать сок. Субтитры сделал DimaTorzok Очень тяжело дается морковный сок. Здесь у нас получилось чуть меньше 400 миллилитров. Сейчас покажу ближе. Вот наша отметка. Смотрим. 500, 400 миллилитров у нас с 900 грамм моркови. Жмыха вышло гораздо больше. Он достаточно мокрый. Я думаю, что можно его куда-то еще применить. 690 грамм свеклы. Смотрим. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свекла оказалась еще большим испытанием для соковыжималки, но приблизительно 400 мл она сделала. Вот отметка 500, вот 400. Вот наша линия. Смотрим. 500. И никак не рассмотреть, но 400 мл есть. Никогда не пробовал свекольный сок. Сейчас попробую и скажу, какой он на вкус. На удивление, достаточно сладкий. Много сахара в нем. В основном он не пьется в чистом виде. Он разбавляется либо же с морковным соком, или же морковный и огуречный сок. А также можно сельдерей. За то время, что данная соковыжималка у меня, она сделала не один литр сока. Лично мне она очень нравится. Если вам хоть как-то было полезно данное видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!